В эфире городские новости в студии Юлия Кондратьева. В ближайшее время мы расскажем о том, что произошло или только произойдет в Саранске. Ударно поработали. Более тысячи человек расчищали улицы Саранска после снегопада. Новые законы в новом году. Что ждет россиян в 2021-м? Крещенские морозы в Саранске. Ожидается понижение температуры до минус 20 градусов. Новогодние праздники порадовали жителей Саранска, да и всей республики хорошей погодой. А в минувшие выходные город и вовсе превратился в зимнюю сказку. Весь вечер 9 января и всю ночь на 10-е шел снег. Его выпало столько, что жителям частных домов, а также автомобилистам, пришлось в буквальном смысле слова откапываться, вооружившись лопатами и другими инструментами. Саранские коммунальщики также ударно поработали. Во главе с мэром города Петром Тултаевым город расчищали от снега 175 единиц техники и 1235 сотрудников муниципальных предприятий и управляющих компаний. Хотелось бы отметить, что сама очистка дорог, она включает в себя следующие операции. Это первое – распределение противогололедных материалов на дорогах, тротуарах. Затем идет служно-щеточная зачистка снега, формирование вал и куч, погрузка снега и, соответственно, зачистка приладковой полосы. Это после погрузки и вывоза снега. Если после окончания первого этапа работ снегопад продолжается, то вот эти все этапы у нас повторяются необходимое число раз. В первую очередь убираются магистральные дороги. Это для бесперебойной работы общественного транспорта, а также остановочные павильоны и тротуары. Во вторую очередь у нас убираются простепенные и внутриквартальные дороги. Мэр города поручил коммунальщикам трудиться круглосуточно, чтобы предотвратить образование наледи и ледяной корки. Глава Саранска Петр Тултаев не остался в стороне. Фотографии, на которых мэр убирает улицы города, облетели все новостные ресурсы. А сам он прокомментировал ситуацию так. Не считаю зазорным помочь нашим городским службам. Работы сейчас у них очень много. Небольшой участок для уборки решил взять на себя. Навел порядок около дома, решил не останавливаться на этом. На первом оперативном совещании 2021 года в администрации города глава Саранска поблагодарил все службы, задействованные в обеспечении города. Заслаженную работу в прошедшие новогодние праздники. И принял решение о примировании дворников и трактористов муниципальных предприятий. Что касается работы дворников, трактористов и водителей, безмерная, во-первых, им благодарность всем работникам жилищно-коммунального хозяйства и, в частности, дворникам, трактористам, кто на тракторах-щетках, водителям КАМАЗов, кто на КДМ-ках. Просто огромное человеческое спасибо. Перед каждым готов уклониться в пояс. Да и работникам транспорта. Что касается коммунальных служб, я имею в виду дворников и работников наших муниципальных предприятий. Давайте мы примем решение, это наше предприятие, за счет их собственных средств мы согласуем примирование этих людей. Дворники по 5 тысяч, водители и трактористы по 7 тысяч, потому что водители и трактористы работали и ночью, с часу ночи, с двух часов ночи, а иногда и больше. Наступил 2021 год, а это значит, что в силу вступило несколько новых законов, которые касаются всех сфер общества, в том числе и горожан. Что же изменилось в жизни россиян с 1 января? МРОД. Минимальный размер месячной оплаты труда теперь составляет 12 792 рубля, а прожиточный минимум 11 653 рубля. Материнский капитал на первого ребенка тоже проиндексирован. Теперь он составит 483 881 рубль. Если рождается второй, еще 155 550 рублей. Материнский капитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 431 рубль. Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. Нововведения коснутся трудовых книжек. Все, кто впервые устроится на работу в новом 2021 году, будут иметь только электронную трудовую книжку. А те, кто в 2020 году выбрал электронный формат, смогут включить в них записи о всем своем стаже за периоды раньше 2020 года. В дальнейшем получить сведения о трудовом стаже можно будет также через единый портал госуслуг. Школьники Саранска вышли на учебу сегодня 11 января. Для всех учащихся Мордовия зимние каникулы завершили с 10 января 2021 года, согласно запланированным срокам. Для первоклассников же выделены дополнительные каникулы с 22 февраля по 28 февраля 2021 года. Министерство образования Мордовии напомнило о режиме, который введен был ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. Время прихода в школу и начало уроков определено для каждого класса индивидуально. На входе в школу проводится обязательная термометрия для всех участников образовательного процесса. На входе в школу класс обработка рук дезинфицирующим раствором, маски и перчатки для детей на усмотрение родителей, а вот для персонала пищеблоков эти атрибуты обязательны. Также ношение масок педагогическими работниками вне учебных аудиторий обязательно. Кроме того, продолжается обучение по классной системе, то есть за каждым классом закреплен отдельный кабинет. По-прежнему запрещается проведение любых массовых мероприятий, в том числе между классами. Также, как и в школах, во всей городской среде продолжают действовать меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ведь риски инфицирования все еще высоки. По данным оперативного штаба, на 14 часов 11 января за сутки в Мордовии выявлено 85 случаев коронавируса, больше половины из которых – жители Саранска, 45 человек. 72 человека выписаны с выздоровления. В федеральной статистике зафиксированы два новых летальных случая. Женщины 1969 и 1963 годов рождения. Основной их диагноз – новая коронавирусная инфекция с осложнением. У обеих пациенток также были тяжелые сопутствующие заболевания. Оперштаб напоминает населению о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим и придерживаться необходимых правил гигиены, а также соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. В районе Ледового дворца в Саранске нельзя будет проехать и припарковаться с 11 января до весны, а именно до 11 марта. Будут действовать ограничения движения транспорта в связи с проведением строительно-монтажных работ. Данные работы будут производиться на объекте реконструкции канализационных сетей юго-западной части города Саранска, приток номер 2, коллектор номер 2. Исключена будет остановка и стоянка транспортных средств на парковке, ограниченной улицей Московской, музейно-историческим комплексом «Навеки с Россией», улицей Красной и водоемом стадиона «Старт». Исключение составит транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в выполнении строительно-монтажных работ. Переходим к прогнозу погоды на завтра. В регионе 13 наблюдается похолодание, как и во всей центральной части России. 12 января в Саранске обещают небольшой снег. Температура воздуха днем минус 18, минус 21 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до 24 градусов. Ветер переменчивый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Год назад, 12 января, в Саранске было теплее и 8 градусов. 10 лет назад в этот день в городе было пасмурно и минус 6 градусов по Цельсию. Это были все новости к этому часу. С вами была Юлия Кондратьева. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин